Привет, друзья! В этом ролике я вам покажу юбилейный набор, посвященный 20-летию денежной реформы в Украине. Выходил он в двух форматах. Первый формат вот в таком вот конверте. В принципе, для себя я брал именно такой формат, чтобы можно было размещать сами боны, сами деньги в большом таком альбоме. И дополнять их. Вот так вот они складывались и вот так вот размещались непосредственно в конверте. Второй у нас формат это вот такой вот подарочный интересный альбом от Национального банка Украины. В таком зеленом футляре. Видите, достается обычный футляр, довольно плотный. Не знаю, ну какой-то картон, там внутри ничего нет. Ну и вот так вот выглядит сам набор. Очень похоже на кожу, довольно приятный. Фирменные цвета у нас, да, гривна. Эмблема Национального банка Украины. Банкнота Украины написана. Что мы видим? Вот так вот он связан кожаными такими тесемочками. И прессное письмо, в котором рассказывается, что это за набор, что он был выпущен к 20-летию денежной реформы. Вот можем посмотреть, как выглядит на двух языках, да, украинский и английский. В цветном таком формате. И с другой стороны у нас указаны, какие банкноты вошли в этот набор. В первом, в первом таком, вот в такой версии, такого листочка у нас не вкладывалось. То есть, даже если там какой-то разворот, ничего такого не было. Здесь у нас указаны номиналы, указаны года выпуска, да. И кто же был главой правления Национального банка в те годы, когда выпускались данные банкноты. Вот, видим, у нас есть две банкноты. Я их покажу дальше, довольно интересные. Ходит слух, что вот эти все банкноты были напечатаны специально под эти наборы. Ну, сложно на самом деле определить, когда они были напечатаны. Возможно, что-то бралось из архивов, из, как говорится, банковских хранилищ. Возможно, новые печатались. В принципе, так как все необходимые материалы для печати у Национального банка есть, нам довольно сложно понять, эти банкноты были у нас напечатаны раньше или напечатаны сейчас. Это сложно определить. Только, возможно, по каким-то номерам это можно вычислять, по сериям. Ну, я даже не знаю, кто этим занимался. Занимался ли кто-то более профессионально. Вот если мы возьмем, например, вот такой формат, да. Мы видим вот эти все банкноты, да. И они у нас по разным, с разными подписями и с разными номерами. Но определить, какой конкретно номер был в те года, ну, довольно сложно, так как такой базой, возможно, никто не создавал. Только Национальный банк и такой базой данных владеет. Вот, и, например, по печати канадских денег, да, которые 50 и 100 гривен, возможно, у нас даже и нету этих штемпелей, да, чем это все у нас производилось. Я не знаю, как это называется, платы, наверное, да. Ну, в любом случае, давайте покажу вам этот набор, как он выглядит, довольно прикольно. В каждой у нас, видите, разновидность гривны. В каждых годах 92-го года, это у нас 94-го года. Вот после 2000-х годов, 2004-го. Довольно очень красиво. И они в хорошем состоянии, то есть, нету слова, они uncirculated, в прессовом состоянии. Вот, смотрите, самые первые образцы, довольно красивые. Можно посмотреть подписи, да, кто у нас был конкретно на этих подписях и указаны здесь. Конечно, это не все подписи, которые есть. Вот, Национальный банк решил делать подборку не по подписям. Но, скорее всего, это он сделал для чего? Для того, чтобы, ну, удешевить, чтобы такой набор, ну, не стоил прямо как космос, да. Если все, все, выдать все номера, все подписи. Ну, во-первых, на рынке будет какой-то обвал цен на конкретные там коллекционные банкноты. Плюс, я думаю, они не стали заморачиваться по этому поводу. То есть, просто выдали все-все-все разновидности, которые были по дизайнам, но не по подписям. Ну, для начала, я думаю, достаточно и прикольно иметь такой вот подарочный набор. Вот, смотрите, как очень разные дизайны и степени защиты, понятное дело, у разных у нас менялись в течение времени, да. С 92-го года, 95-й, это 2003-й, понятное дело, они все презентовали по дизайнам, по степеням защиты. Вот тоже Тегибко, например, подпись, довольно редкий, так как он был недолго главой Национального банка, 100 гривен. Вот те самые редкие, да, канадские, которые не были у нас в обращении, 50 и 100 гривен. Вот, довольно прикольная папочка. Здесь уже в продаже появились и вот такие листы, которые можно сюда добавлять. Ну, я думаю, здесь не прям безгранично, но какое-то количество листов можно еще добавить, какое-то количество банкнот, вот, докупить. Уже и папки такие начали производить. Точнее, я думаю, информация по этому так очень разнится. Ну, тот подрядчик, который делал вот эти вот альбомы, дополнительно, видимо, тираж сделал, можно покупать. Да, некоторые умельцы берут вот такой вот набор и раскладывают его по вкупленную отдельно папку. По этому делу, у них нет вот такой оригинальной такой вкладочки. Ну, можно ее, наверное, как-то отсканить, но все равно будет заметно, да, что это сканены и так далее. И такие наборы также, они идут без вот такой вот картонной коробки, да, которую можно, видите, вот так вот вкладываем. Ну, они немножечко дешевле. Если вы хотите сэкономить, но иметь вот такую вот прикольную папочку, вы можете отдельно, например, приобрести вот набор 20 лет в конверте, отдельно купить папку на какой-то площадке, например, на AllX или New Auction, да, или, возможно, на Violet, я не знаю, есть такие или нет. Она в районе 400 гривен там стоит. Вот. И вложить себе. Ну, на любителя, в зависимости, как вы будете использовать. Если вы хотите на подарок кому-то такой вот наборчик, либо себе в коллекцию, да, если вы не планируете его дальше расширять какими-то, например, дополнительными образцами, то можно брать вот такой вот в папочке довольно солидно на подарок. Ну, и просто у себя иметь, гляньте, как он, просто золотое тиснение. Ну, очень стильно, очень прикольно смотрится. Я бы себе тоже их поставил бы. Это я для подписчика. Завтра буду отправлять. В принципе, если вы хотите что-то такое, тоже можете написать. Есть у меня еще у друзей парочка таких вот альбомов. В принципе, сейчас с тем, что гривны выводят, да, у нас бумажных гривен, уже нет в обращении. Вот таких вот, такие гривны будут заменяться на металлические, на те гривны, которые я делал обзоры раньше. Вот такие гривны у нас выводятся из обращения. Будут вот такие вот гривны, да, которые, как говорится, долговечные, обещают им 20 лет. Но все-таки дизайн вот этих очень прикольный. Мне кажется, очень красивый. Все гривны были действительно интересные. И я думаю, цена вот такого набора будет только расти, да, потому что уже они не в обиходе, будут изыматься потихоньку. И вообще все бумажные деньги, думаю, и десятки будут цениться, и пятерки, потому что и по факту их тоже будут заменять на такие вот металлические деньги. Вот такая вот двушка, вот такая вот двушка. Их тоже выводят из обращения. Так что данные наборы будут только дорожать, только дорожать. В целом довольно прикольное приобретение. Я вам советую. Спасибо всем, кто посмотрел. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Друзья, подписывайтесь на канал.